Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать! Вы вновь смотрите передачу «По душам». Многие современные родители спрашивают себя, как же нам поддержать своих детей? Иногда бывает так, что они капризничают или обижаются ни за что. Как его, с одной стороны, похвалить или не перехвалить, и с другой стороны, не обидеть? Тема нашей сегодняшней передачи «Как поддержать ребёнка через похвалу». Будьте с нами! Родители и дети. Порой в этих сложных взаимоотношениях очень трудно соблюсти золотую середину. Иногда мы с распростёртыми объятиями встречаем наших детей, а иногда очень холодны, несмотря на то, что видим их достижения. Иногда бывают случаи, когда родителям и старшим братьям и сёстрам не до ребёнка. Каждый занят своим делом, и, казалось бы, всё в порядке, и ребёнок, если не плачет, не говорит о своих нуждах, то ничего и не нужно. Но бывают периоды или моменты, когда ваш ребёнок или младший братишка и сестрёнка просят вас помочь. В этот момент важно быть чутким к ним, так как именно вы в данном случае являетесь для него источником информации о внешнем мире, или, можно так сказать, ответов в вопросе, который ему интересен. Пусть лучше это будете вы, кто даёт ему советы, нежели кто-либо другой, совершенно посторонний человек, со своими установками и взглядами на жизнь. Так как, не найдя ответ на свой вопрос, ребёнок не успокаивается и, возможно, будет спрашивать у других. И когда речь идёт о похвале, мы не торопимся хвалить нашего ребёнка, потому что боимся, а вдруг он испортится, вдруг избалуется, вдруг я перегну палку. Но и с другой стороны, когда вообще нет похвалы в доме, то ребёнок чувствует, что у него нет ресурсов. Давайте посмотрим, почему. Ресурсы очень важны для ребёнка. Это своего рода поддержка для него. Так как для каждого ребёнка важно ориентироваться на внешнюю оценку. И в детском возрасте это, конечно же, его родители и самые близкие ему люди. Сама система оценок была построена именно для того, чтобы дать ответ или отобразить со стороны действия ребёнка. Ведь как он поймёт, он прав или не прав, если нет какой-либо оценки извне? Оценка родителей в данном случае крайне важна, так как именно через их оценку он познаёт себя и закаляет свой характер. И таким образом, если родители не хвалят совсем, то ребёнок остаётся наедине со своими мыслями о себе, которые зачастую бывают не совсем хорошие. Отсюда и низкая самооценка. И наоборот, если родители перехваливают ребёнка, то он не стремится сделать что-то ещё лучше, ведь его всё равно похвалят. Как же работает похвала и почему она так важна для ребёнка? Во-первых, любая похвала – это подкрепление того или иного действия для ребёнка. Если вы хотите подкрепить что-то хорошее, то необходимо его похвалить. Но в данном случае очень важно учесть такой момент, что похвалить нужно не за какую-то мелочь, а именно за такую серьёзную вещь, которая вам понравилась. А то иногда бывает так, что родители надо-не надо хвалят. Сказал «а, вот молодец», покушал – вот молодец, вышел на улицу – вот молодец. Но ведь это естественные способности ребёнка, которые и так-то должны быть у него. К тому же любая похвала, тем более если она заслуженная, является большим ресурсом для ребёнка. Вот сейчас очень многие психологи говорят, вот нужно быть в ресурсном состоянии, что вот для каждого человека, взрослого человека, оказывается, очень важно быть в ресурсном состоянии. Но что же это такое? Давайте разберём всё вместе. Ресурсное состояние или по-другому быть в ресурсе – это наличие физических, душевных, духовных сил и энергии для решения предстоящих задач или просто-напросто для жизни. Основные виды ресурсов – это физический, психологический, личностный и духовный ресурс. Физическое ресурсное состояние – это прежде всего, когда человек полностью выспавшийся, отдохнувший и физически бодрый человек. Психологическое ресурсное состояние – это состояние уверенности, бодрого настроения и спокойствия, когда человек ощущает жизненные силы и энергию. Что касается духовного ресурса, это крайне важная составляющая в жизни человека, так как выполняя и уделяя внимание своей духовной жизни, он приобретает жизненно важный, дарующий смысл и содержание ресурс, который в дальнейшем двигает все его поставленные жизненные цели. Следующее, когда ребенок получает конструктивную похвалу, это такая похвала не просто «ой, ты такой молодец и все», а вот конкретно, допустим, если он рисует или решает задачу, нужно акцентировать свое внимание на каких-то деталях в том, что он делает. Например, вот мне нравится, как ты нарисовал, допустим, вот этот домик или вот это дерево, или там, допустим, вот ты очень правильно и грамотно решил эту задачу. Тогда он почувствует, что да, действительно, он сделал что-то хорошее, и это подкрепляет в нем чувство успеха и мотивация по достижению будущих каких-либо высот. Поэтому очень важно не терять время и как раз-таки в детском возрасте заложить своему ребенку именно те вещи, которые нужны ему. Но как же определить, что ему нужно? Как понять, в чем его потребность? Для начала нужно определить, что ему нравится. В детском возрасте это легко определить, так как ваш ребенок обычно занимается именно тем, что ему важно и что ему интересно. К примеру, понаблюдайте за ним. Может, для него важны его уроки, чтения или игры. Чем бы он ни занимался, примите в этом участие. Например, если это игра, то поиграйте вместе с ним. Если это чтение, почитайте вместе с ним. Это займет немного времени, но зато ваш ребенок почувствует, что он важен для вас и что вы участвуете в его жизни. Противоположностью похвалы является критика ребенка. Многие родители боятся перехвалить своих детей. Им кажется, что где-то им нужно обязательно покритиковать, поругать ребенка. Но здесь также очень важно соблюсти одно важное правило. Необходимо не говорить, допустим, ребенку «ты плохой», «ты такой-сякой». Нужно, оказывается, разделить самого ребенка от его поступка. Например, сказать «ты очень хорошая, я тебя люблю, но вот твой поступок мне не понравился». Не нужно так делать. Бывают ситуации, когда трудно определить, что нужно и важно для ребенка. В такие моменты можно потихоньку просто спросить, что для него важно. К примеру, что ему нравится или не нравится. Возможно, он на что-то обижен. А возможно, он ожидал чего-то большего от вас. Мы часто думаем, что раз наш ребенок маленький, то его потребности и нужды не так уж и важны, по сравнению с нашими. Тогда как именно в детском возрасте закладывается его характер, нрав, мотивация к успеху и мировоззрение. Как можно понять, что мы перебарщиваем с похвалой, что мы перехваливаем ребенка? Это тогда, когда мы замечаем, что он начинает делать все для того, чтобы получить эту похвалу. То есть не просто ради дела, а для того, чтобы получить какое-либо отобрение. Данную ситуацию очень легко выровнять следующим образом. То есть, когда вы чувствуете, что ваш ребенок делает это только для похвалы, включите свою беспомощность. Например, совершенно нормально, если вы как родитель скажете, помоги мне, пожалуйста, я не могу справиться. Когда вы просите своего ребенка вам помочь, не обязательно придумывать что-то совершенно новое. Можно просто вовлекать понемногу к тому, что вы делаете. Например, если вам нужна любая помощь по дому, или нужна, например, помощь что-либо починить, или найти что-либо, то попросив вашего ребенка вам помочь, вы даете ему почувствовать свою нужность и полезность. Через что он также получает свою порцию похвалы. Ведь он делает что-то полезное, и самое главное то, что угождает вам. Это, в свою очередь, также укрепляет семейные отношения. Учитывая тот факт, что правильная похвала – это целое искусство, мы хотим предложить вам некоторые высказывания, о которых можно говорить нашим детям. Внимание на экран. Я всегда знал, что ты справишься. Мне понравилось, как ты приготовила еду. Как хорошо ты придумала, я бы не догадался. Что это? Надо же, как красиво ты повесила шторы. Посмотри-ка, ты еще и дерево нарисовал с плодами. Мне часто хвалят тебя, и в этот момент я чувствую гордость. Мы с твоей мамой очень счастливы, что у нас есть ты. Спасибо Аллаху, что подарил нам тебя. Дорогие телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос психологу». На данный e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на вашем экране, вы можете задать любой вопрос по психологии. Некоторые из этих вопросов мы разберем в нашей передаче. Поддержать своего ребенка можно по-разному, но заметив что-то хорошее, непременно необходимо его похвалить. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»